Берег моря или шумящий лес? Деревянный домик на окраине или безлюдная местность? Объединяет картины в этом зале одно – все пейзажи Приморского края. Причем это те места, где когда-то побывал русский писатель Михаил Пришвин. Сегодня приморские художники встретились с учениками детской школы искусств и рассказали им о своих работах. Это не является, допустим, иллюстрацией к произведениям Пришвина. Просто это работы нашего, как правило, это пейзажные работы нашего края, любимого, который этот край любил и Пришвин. Выставка в Приморской картиной галереи с названием «Дом Пришвина» открылась еще в октябре и посвящена она своеобразному юбилею. 85 лет прошло с тех пор, как в Приморье приезжал писатель, которого называют певцом русской природы. На картинах художников именно те места, которые он особенно полюбил. В своих картинах я отразил, вот в Сидиме есть такое место, потом есть Аниесимовка, Сидиме, Аниесимовка, потом и окрестности там Артема. Все художники пишут только на свежем воздухе, срисовывая пейзажи с натуры, поэтому по их картинам, как по фотографиям, можно узнать приморские места. Кстати, пейзажисты уверяют, что писатель и сам был художником, только красоту изображал он не кистью, а словами, умел через них передать все краски природы. Снег в лесу везде был с синеватым оттенком, холодным и чуждым человеческой жизни. А березки были тоже белые, но в их белом был чуть-чуть желтоватый и даже розовый теплый оттенок. То есть в этих двух строках очень много живописей. Дом Пришвина – это название не только выставки, но и творческого движения. Оно появилось 15 лет назад в памяти писателей. Кстати, эта выставка юбилейная и тоже 15-я. С открытия ее же посетили около 6 тысяч человек. Причем по книге отзывов видно, что приходили даже люди из Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы. Сотрудники галереи говорят, что все приезжие были поражены природой Приморья. Оно уникально. Оно уникально и в географическом смысле, но оно и сейчас уже в 21 веке уникально как художественное явление, потому что все художники, жившие здесь, они уже как бы создали вот этот образ Приморья. Выставка продлится до 18 декабря и в последний ее день любой желающий сможет приобрести представленные работы. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.